Их работа – небесные трассы. Завтра день гражданской авиации России. Именно в этот день, 9 февраля 90 лет назад, было принято историческое постановление Совета труда и обороны СССР об учреждении Дня аэрофлота. Праздника, который раньше был одним из самых любимых в стране. Сейчас этот день отмечают все предприятия, учреждения, организации и органы государственного управления воздушным транспортом. Первые самолеты в небе на Чувашии появились летом 1928 года. Своих летных подразделений в республике долгое время не было. В нашем аэропорту базировалось авиазвено 148-го Горьковского авиаотряда. Только в 1965 году был образован Чебоксарский объединенный авиаотряд, командиром которого стал Виктор Энгельс. В прием за короткое время звена самолетов Ан-2 выросла крупное современное рентабельное авиационное объединение, одно из лучших в Приволжском управлении. Из Чебоксарского аэропорта можно было вылететь в более чем 50 городов Советского Союза. В год перевозили около 400 тысяч пассажиров, десятки тысяч тонн грузов и сотни тонн почты. В 1995 году Чебоксарский аэропорт получил статус международного. В наше время воздушное пространство Чувашии не загружено так сильно, как при Энгельсе. К нам редко заходят международные рейсы. Да и внутренние они такие регулярные, как в Москве или в той же Казани. Но авиапредприятие развивается. Планируется развитие региональных перевозок. Это маленькие самолеты, 8-9 местные, типа Пилатус, которые будут выполнять рейсы ежедневно в Самару, в Саратов и два раза в неделю в Уфу. Также планируем развитие маршрутной сети на 2013 год. Это открыть рейс на Питер раз в неделю и на Сургут. Аэропорт является воздушными воротами Чебоксарской республики. Все инвестиции, все, так скажем, бизнес-проекты через высокопоставленных людей, соответственно, бизнес, людей, все проходят через наш аэропорт.